Библейский портал экзегет.ру представляет Вечный сюжет мировой литературы, да и нашей жизни И знаете, зачастую любая религия, она очень жестко людьми ее исповедующими Относится вот именно к этой сфере сексуальной, эротической, как хотите ее назовите Ну понятно, потому что это сильное чувство в человеке Из-за этих желаний очень много чего творят люди Недостойного, и наоборот, если все благополучно, то это источник величайшей радости для людей И, конечно, религия не может это игнорировать И очень часто это воспринимается как вот такой набор запретов Можно то-то-то-то-то, а то-то-то-то-то нельзя Ну и кое-что еще не просто можно, но рекомендуется И вот здесь происходит что-то похожее Когда Иисус завершил эти речи, он отправился из Галилеи в сторону Иудеи через Зайурданье Ну напрямую можно было через Самарию пройти, но там жили самаряне или самаритяне И они довольно враждебны к иудеям, поэтому он не конфликтует За ним пошло множество народа, и там он их исцелил Это уже как бы такое присловие А фрисеи, подойдя к нему, стали его испытывать Спрашивали, по любому ли поводу можно мужчине разводиться с женой Действительно, такие дискуссии велись, потому что в Пятикнижии в Торе описан процесс развода, но не требование То есть, когда можно, когда нельзя Иисус сказал в ответ «Разве не знаете, что с самого начала творения Бог мужчины и женщины их сотворил? И повелел, потому оставит человек отца своего и мать свою И прикрепится к жене своей, чтобы двое стали одной плотью Так что их уже не двое, а одна плоть» То есть, получается, вообще нельзя Но он не говорит «можно, нельзя» Он говорит «смотрите, вот есть некий божественный замысел Вы либо вписываете с него, либо нет А вот все эти разговоры «можно, нельзя» Это какая-то другая логика, небожественная Они ему говорят, а что ж тогда Моисей заповедал дать жене письменное свидетельство о разводе, прежде чем отсылать ее прочь То есть, там прописано, да, действительно, есть такое требование в Второзаконии, 24 глава Но понятно, что это был документ, который позволял женщине снова выйти замуж То есть, муж не просто хлопнул дверь и ушел, он ее оставил И, соответственно, она свободная женщина отныне Это, в общем, способ защитить ее права Он в ответ «сердца ваши огрубили» «Вот Моисей дал вам такое повеление насчет развода с женами Но с самого начала было не так Говорю вам, что всякие, кто прогонит жену, если только не было измены И женится на другой, впадают в блуд» То есть, измена, она как бы разрывает супружеский союз Ну, понятно, что можно ее простить Но измена фактически означает распад этого союза И поэтому тут развод – это просто оформление этого распада, да? А если любая другая причина, то получается, ты сам совершаешь измену, да? Разрываешь Конечно, в более поздние времена люди скажут А как же, если, допустим, муж бросил жену, ушел, формально с ней не развелся И вот его уже пять лет нету, а она, что же, до сих пор его жена? Или если он сошел с ума, или если он преступник И кидается на нее с топором, то, что же ей по-прежнему оставаться Безусловно, потом придумали и ввели в законодательство И церковное, а в некоторых странах, как в Российской империи и светской Другие причины для расторжения брака Но, опять-таки, он не излагает, Иисус, список, вот, знаете, Юридических таких обстоятельств, подробностей, правил, процедур Он говорит о принципах, как все это устроено У нас вот только что было, если рука соблазняет, отсеки руку Глаз соблазняет, вырви глаз, ну, мы не делаем этого И сегодня, конечно, существуют разводы Но если, в конце концов, люди, ну, не поладили они Ну, живут они, как кошка с собакой Ну, зачем им насильно себя мучить Тем более, что есть варианты всякие другие, да Но он говорит на языке идеалов И не идет на компромиссы И это важно Ученики говорят ему тогда Если брак связан с такими обязательствами Лучше вообще не жениться Ну, как это, я женюсь, и что это навсегда А если мы разлюбим друг друга, если там мало ли что будет И, казалось бы, им надо начать уговаривать Нет, ребята, вы женитесь, но так как-то вот Поаккуратнее с женами обращайтесь Тогда не будет повода, да Тогда будете жить мирно, хорошо А он им ответил Это сказано не для всех, а лишь для тех, кому такое дано Есть те, кто стал евнухом еще в очреве матери Евнух – это кастрированный человек Тогда такое делали Те, кого скопили другие люди А кто-то добровольно стал евнухом ради царства небес Но кто может это вместить, пусть вместит Смотрите, не все вообще приспособлены к семейной жизни Чисто физиологически, да Бывает, что дети родятся с каким-то недоразвитым организмом Бывает, ну, дети все недоразвиты Но что от рождения, скажем, какие-то нарушения Не позволяют человеку вести полноценную сексуальную жизнь Или кто-то был оскоплен, а кто-то добровольно стал евнухом Тоже очень спорный момент И некоторые понимают это так, что сам себя оскопил Есть предание, что оригент такой, богослов в древности это сделал Секта была такая, скопцы Может быть, даже и сегодня есть люди Сами это делали с собой Иногда это понимают небуквально То есть человек отказался от счастья семейной жизни От любви по разным причинам А у кого-то, может быть, не складываются У кого-то, может быть, свои какие-то причины Не вступать в отношения с другим полом И он говорит, смотрите Но вот эти правила про женитьбы, они же не для всех И кто может вместить, пусть вместит Значит, каждый вмещает это в меру своей способности Это не абсолютное требование Вот от него все время хотят Можно это, то, сё, пятое, десятое Он все время отвечает А идеал вот такой, вот так надо Но кто может вместить, тот вместит А кто нет, сам решай Вот что ты можешь из этого вместить Тогда привели к нему детей, чтобы он возложил на них руки Но семья и дети, связная тема, смежная И вот уж думаешь, ладно, про детей они не женятся Пока, по крайней мере, да, они такие миленькие и маленькие Вот, можно порадоваться тому, какие они Возложить руки, значит, благословить Но ученики не позволили Чё это будут какие-то сопляки тут мешаться нашему великому учителю А Иисус сказал, пустите детей, не мешайте им ко мне подойти Именно таким и принадлежит Царство Небес Это перекличка с предшествующей главой Где об этом было сказано очень подробно Да, но здесь это повторяется То есть вы думаете, что вот здесь взрослые дяди и тети заняты серьезными делами А вы, детишки, пойдите пока поиграете Кулички полепите из песочка Так нет Вот именно их это царство Да, вот мы об этом говорили Применительно к прошлой главе И даже оно для тех это царство Кто на них похож Вот не для тех, кто карьеру строит, добивается выдающихся результатов Неважно в какой области, пусть даже и в духовной А для тех, кто вот как ребенок простой Иисус возложил на детей руки и пошел дальше Тут подошел к нему один человек и спросил Учитель, какое благо мне сотворить, чтобы обрести вечную жизнь? Опять и опять и опять Дайте мне условия Вот смотрите, мы там открываем счет в банке Покупаем квартиру, устраиваемся на работу Подписываем договор, где все условия прописаны Вот как удовлетворить требованиям Банка, работодателя, продавца И господи, дай нам список требований Мы будем знать, что мы их удовлетворили И мы в царстве небесном Да, вот как работодателю мы свою должностную инструкцию исполнили Мы зарплату получили Да, и премию даже, если хорошо исполнили Вот мы тоже так хотим Какое благо мне сотворить, чтобы обрести вечную жизнь? Иисус ему сказал Что ты спрашиваешь меня о благе? Благ один только Бог А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди То есть, во-первых, да Ты обращаешься ко мне И говоришь о благе Но благо это Бог Вот ты можешь полностью быть таким, каким Бог хочет тебя видеть? Тогда не о чем спрашивать А если есть сомнения, есть заповеди, в которых, в конце концов, основные вещи изложены Тот переспросил, какие Ну, наверное, есть какие-то особые заповеди, да Вот эти надо соблюдать Может, остальные не очень нужны А может быть, наоборот Нужны все, но еще дополнительные Да, вот с банком доп. соглашения То, что меня всегда очень смущает Вот в доп. соглашении самое-самое главное прописано Да, основной договор как бы не очень важен Это скорее фарисейский такой подход Когда куча всяких разных правил Иисус назвал Не убивай, не блуди, не кради Не свидетельствуй лживо Чти отца и мать А еще полюби своего ближнего, как самого себя Это, конечно, цитаты из исхода Или второзакония и левита Ну, самые базовые вещи Да, вот любой человек это уже знал точно Значит, нет никаких особых заповедей А вот самые-самые базовые, основные соблюдай Так просто? Всего-то это? Юноша ему ответил Учитель, все это я соблюдал Чего же мне еще не достает? Вот, ну, слушайте Пришел сдавать экзамен в аспирантуру А ему таблицу умножения предлагают наизусть Рассказать Ну, слушайте, это же просто очень Я больше того хочу Иисус сказал ему Если хочешь стать совершенным Ступай, продай все имущество И раздай нищим деньги Чтобы получить сокровища на небесах Тогда приходи и следуй за мной Вот, смотрите, есть минимум Он прекрасно известен Не нужно отдельно говорить А есть максимум А он практически недостижим Вот реально Вот вы меня сейчас слушаете Представьте себе Я вам говорю Ступай, продай все имущество И раздай деньги нищим Чтобы получить сокровища на небесах А как я буду кормить семью А что я буду завтра делать А где я жить буду Да Ну, это же куча вопросов И Ну, никто из нас так не делает Нет, делают, наверное, отдельные подвижники Да, после этого он бежит в пустыню И там спасается оставшуюся жизнь Одетым вот В то, в чем бежал Да, и питается тем Что ему там подадут раз в неделю Как-то Ну, так невозможно жить многим Юноша, услышав такой ответ Отошел в печали Ведь имущества у него было много Вот тоже интересно Такая вечная тема Богатые Они Ну, не совсем хорошие Христиане Да и вообще Как верующие Не очень Потому что их богатство беспокоит И здесь объяснено почему Потому что много чего терять Да И Что же тогда получается Вот Минимум, максимум А он хотел оптимум Он хотел Ну, допустим, Иисус бы ему сказал Отдай десятую часть своего богатства Да, пожалуйста Десятина Или там, я не знаю Молись каждый день по полчаса Ну, можно, да Ничего невозможного нет А он говорит Вот прям все отдай И следуй за мной То есть Идеалы Максимумы Но никому не навязываются Вот как ты сам решаешь А Иисус сказал своим ученикам Аминь, говорю вам Тяжело, богачу, войти в Царство Небес И еще, скажу Проще верблюду пролезть Сквозь игольное ушко Чем богатому войти в Царство Божие Как только не Перетолковывали эти слова Что Игольное ушко Это такие ворота в Иерусалиме На самом деле Верблюд туда протискивается Хотя с трудом Ну, потому что хочется же Царство Божие Это богатому А мы все чем-то богаты Вот Никто из нас не нищий Наверное, в прямом смысле слова У каждого свое какое-то Достояние есть У кого денег мало У того, допустим Здоровья много Или чего-нибудь еще Значит Вот Надо полностью Превратиться в ничтожество Чтобы попасть в Царство Божие А ученики еще пришли В изумление и спросили А кто же тогда может спастись То есть Это вообще невозможно Может Один из миллионов Удовлетворит этим требованиям А Иисус Взглянув на них Говорит Для людей это невозможно Но для Бога Возможно все Смотрите Вот как это все выстроено С самого начала Пожалуйста Мне должностную инструкцию По спасению Что мне сделать Чтобы его заслужить Иисус говорит Есть минимум Уже неплохо Есть максимум Это прям вот Все отдай И когда приходят люди В изумление Он говорит А вообще-то для Бога Возможно все То есть спасение Не зарабатывается Инструкции по спасению Нет Минимальных требований Максимальных требований Может быть много Сколько угодно Но они ничего не гарантировали Потому что человек Не в состоянии им соответствовать Часто даже минимально Но для Бога Возможно все И у них переворачивается Хотя не у всех Для начала у Петра Тогда Петр сказал ему в ответ Смотри мы оставили все И пошли за тобой А что насчет нас Вот мы-то По максимуму Может мы не очень хорошие люди Может мы не все понимаем Но мы-то по максимуму Нам-то дано Иисус ему ответил Аминь Говорю вам Вы последовали за мной В новом мире Когда сын человеческий Воссядет на славном своем престоле То и вы будете сидеть На двенадцатых престолах Чтобы судить Двенадцать израильских племен Ну то есть Вы будете министрами Его правительства Судьями на его суде Вы не просто вошли В это царство Вы заняли в нем Первейшие места И всякий Кто оставил дом Братьев и сестер Отца и мать Детей и земельные На дело ради имени моего Получит стократно больше И жизнь вечная Станет его уделом И многие из первых Станут последними А последние первыми То есть Смотрите Вот Только что мы выяснили Что максимум Не достижим Да И тут же Достижим Может быть не весь Не всегда Не во всех отношениях Но Можно бросить все И пойти за ним И это уже будет означать Невероятно много Это уже что-то такое Что не пропадет за человеком Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому